Всем привет! С вами Анастасия Сафина и я рада видеть вас на канале онлайн-школы легкие роды. Послеродовый период это очень счастливое время для вас, потому что вы общаетесь, знакомитесь и ухаживаете за своим долгожданным малышом. Однако есть вещи, которые послеродов делать категорически нельзя. Это очень важно, потому что это может навредить вашему здоровью. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь я вам расскажу о 10 важных нельзя послеродов. Итак, поехали! И первый пункт это ошибка, когда женщина рано начинает заниматься спортом. Действительно, многие женщины после родов пытаются побыстрее вернуть былую форму, скучают по своей добеременной красоте и смотрят на модели, которые выглядят так, как будто они не рожали через 2 месяца после родов. После того, как женщина родила, ее внутренние органы не на месте. Им нужно время, чтобы прийти, встать на свое место. Матка должна сократиться, должно пройти послевродовые выделения, так называемые лохи. И для этого всего организму требуется время. Если вы сразу начинаете заниматься спортом, то органы опускаются. И это проблемы, с которыми справиться потом очень-очень сложно. Многие мамы стараются избавиться от диастаза с помощью, например, качания пресса раннего после родов. Но таким образом вы, наоборот, можете усугубить ситуацию. Потому что если вы качаете прямые мышцы живота, то диастаз, наоборот, усиливается. Я знаю одну спортсменку, которая очень рано начинала заниматься спортом после родов. Качала прямые мышцы живота. Она пыталась сделать себе талию, пыталась избавиться от диастаза. И в результате у нее было такое расхождение, что она уже требовала только оперативного вмешательства. Когда же можно начать заниматься спортом? Небольшие упражнения в положении лежа, сидя, вы можете делать практически сразу. То есть движение руками, гимнастику, небольшие движения стопами. Вы можете даже делать велосипед после того, как закончится послеродовое выделение в положении лежа. Но все серьезные упражнения действительно спортом можно заниматься уже только после полугода после родов. Но если роды прошли хорошо, если ваш врач это разрешает, то после двух месяцев после родов вы можете постепенно начинать заниматься и постепенно увеличивать нагрузку. Следующее ограничение после родов – это рано начинать вести половую жизнь. Здесь есть риск эндометрита и послеродового кровотечения. Почему так происходит? Потому что матка сокращается. Внутренняя поверхность матки после родов имеет раневую поверхность. Там есть множество различных капилляров и сосудов. Если во время полового акта матка будет сокращаться, то есть опасность послеродового кровотечения. Начинать половую жизнь можно не ранее полутора месяцев после родов и после того, как ваш врач это разрешил. Некоторые мамы наслышаны о том, что с ребенком нужно гулять два раза по два часа. Ильяна после родов начинает таскать коляску по пролетам и гулять по два часа. И этого делать абсолютно не нужно. Желательно ничего тяжелее ребенка маме после родов не поднимать. Это также связано с опущением органов и если вы поднимаете тяжести, если вы очень много находитесь после родов в вертикальном положении даже, вы тем самым провоцируете опущение органов. Следите за тем, чтобы не носить ребенка постоянно на одной стороне. Следите за осанкой во время кормления грудью, потому что после этого образуются серьезные проблемы с позвоночником, которые скорректировать потом бывает очень сложно. И четвертое нельзя после родов это сидеть на швах, если у вас есть швы на промежности. Врачи не рекомендуют сидеть обычно, если есть швы на промежности, в течение двух недель, пока они не заживут. Неправильное поведение во время родов может спровоцировать разрывы. И о том, как правильно себя вести, мы говорим о нашем бесплатном вебинаре. Вы можете зарегистрироваться по ссылке. И следующее нельзя после родов это ограничивать питье. Я такие рекомендации даже слышу от врачей. И на самом деле этого делать не стоит, потому что если вы ограничиваете питье, молоко все время вырабатывается в груди, но оно становится более плотным и будет хуже вытекать. Вероятность лактостаза в таком случае увеличивается. Пить лучше всего, кстати говоря, просто теплую воду. А вот налегать на лактационные чаи не стоит, потому что, во-первых, они не имеют доказанной эффективности. Ну, а во-вторых, они могут оказывать непредсказуемый эффект на ребенка, потому что часть из них может проникать в грудное молоко. Есть мнение, что они могут вызывать газообразование, и также они могут провоцировать непредсказуемые последствия при взаимодействии с другими веществами. Анастасия, алкоголь пить можно? В принципе, это допустимо, потому что если вы пьете алкоголь, он, конечно же, проникает в грудное молоко. Но если мама покормила, выпила немного вина, и 2 часа она не прикладывает ребенка к груди, то за это время алкоголь из молока выводится. И при этом даже не обязательно сцеживаться. У нас на канале, кстати говоря, есть целое видео о том, что можно есть после родов, а что нельзя. И я вам рекомендую его обязательно посмотреть. И следующий очень важный запрет после родов – это забывать о себе. Мама очень часто погружается полностью в уход за ребенком. Она погружается в грудное вскармливание, она погружается в решение различных проблем с этим связанных. И она абсолютно может забыть о себе. Некоторые мамы утром заваривают себе чай, и вечером только его пьют. И они могут забыть поесть, они могут забывать о сне. И это очень-очень важно, потому что здоровая мама, счастливая мама, спокойная мама – это залог спокойствия и здоровья вашего ребенка. Обязательно важно спать хотя бы один раз с ребенком днем, забывать все свои дела, забывать про пыль на полках и просто спать. Во-вторых, вам нужно обязательно выделять в течение дня хотя бы 15-20 минут для себя. Например, приходит муж с работы, вы отдаете ему ребенка, ну, конечно, покормив его предварительно, и идете просто погулять, просто попить чай, просто принять душ или ванну. И этого будет достаточно для того, чтобы восстановиться, перезагрузиться и снова включаться в заботу о ребенке. И следующее нельзя после родов – это переохлаждаться. Женщины после родов традиционно в славянской культуре делали баню, согревали ее согревающими напитками, готовили ей теплую еду. И это очень правильно, и это находит отражение в традициях разных культур. И, безусловно, если женщина после родов переохлаждается, во-первых, у нее замедляется обмен веществ, что замедляет послеродовое восстановление, и в том числе это может провоцировать лактостазы и проблемы с грудью. Поэтому обязательно следите за этим пунктом. Еще один запрет или то, что нежелательно делать послеродов – это выходить сразу на работу. Просто потому, что женщине после родов требуется восстановление, и просто потому, что ребенку после родов очень нужна мама. И для того, чтобы, опять же, наладить грудное вскармливание, тоже требуется быть дома и быть с ребенком. Хотя бы первые три месяца желательно находиться дома с ребенком, восстанавливаться, налаживать грудное вскармливание и просто наслаждаться материнством. И девятое, нельзя после родов, но не последнее по значимости, это игнорировать симптомы, боли внизу живота, повышение температуры, выделение с неприятным запахом. Они могут говорить о том, что может быть матка плохо сокращается, есть какие-то застои выделений, также могут говорить о том, что возникает какое-то воспаление внутренних органов или возникает воспаление молочных желез, то есть это обязательно требует обращения к врачу. И последний пункт в нашем списке запретов, это не соблюдать личную гигиену, редко менять прокладки, не подмеваться после каждого похода в туалет, но при этом с грудью нужно обращаться несколько иначе. Многие мамы моют грудь до каждого кормления, этого делать абсолютно не обязательно, потому что вы смываете защитную смазку, которая предохраняет грудь от трещин, и грудь можно мыть просто раз в день, когда вы принимаете душ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще запреты вы слышали от других мам или находили в интернете. Дело в том, что зачастую очень много запретов гуляют в интернете, и, как правило, они недействительны, и мы можем развеять эти мифы. Спасибо, что смотрели это видео до конца, ставьте лайк, если это видео было для вас полезным и информативным. Подпишитесь на наш канал, совсем скоро у нас выйдет новое видео об отличиях родов по МС от родов по контракту. С вами была Анастасия Сафина и канал онлайн школы легкие роды, где мы учим не только, как рожать легко, но и как быть счастливой мамой. До встречи в следующих видео, до свидания!